Ну что, ребят, а мы начинаем вторую серию под названием... Не знаю, как назвать, но, наверное, Альфа по-японски. И на прошлой серии мы закончили на том, что нам нужен зацеп, и не стоит переднее колесо. Знаете почему? Потому что вот на такой резине ловить зацеп, ну, мне кажется, идея бесполезная. Хотя это вроде бы неплохая резина. Но путем долгих поисков были найдены вот такие вот покрышечки. Это китайская резина. По той простой причине, что на данный размер колес практически нереально найти резину, по крайней мере в России. Где-то на Украине есть объявления, ну, в Европе, понятно, есть. В России же практически ничего нет. Все даже объявления о продаже и на сайтах резины, которые висят, при попытке заказать, пишут, что нет в наличии. И удалось найти, ну, по крайней мере на первое время, вот такую китайскую резину с тем рисунком, который мне интересен. Да, всегда можно поставить резину для лютого зацепа от питбайка, но это прям совсем кроссовая история, и она здесь ни к чему на самом деле. Поэтому нужно было искать эндуро. А есть шины дура. Это, по-моему, тот же Митас, но нет нигде в наличии. Есть шинка, тоже, ну, типа такая пойдет резина, в целом, ну, неплохая за свои деньги. Но нигде, опять же, не было в наличии. Размерность я искал 3,0 на 17. Соответственно, очень мало такой резины. Вот эта резина, именно 3,0 на 17, она была в наличии. Два баллона резины стоила 5000 рублей. По меркам полноценных мотоциклов, это, ну, это даже не половина цены стоимости одной покрышки. Одной. А здесь мы купили две. Хочется надеяться, что в переднее крыло 3,0 влезет. То есть, вот это вот, это 2,75. А вот это 3,0. Вроде бы все должно влезть. Но всегда остается шанс, что не получится. Но хочется, конечно, чтобы получилось. Назад-то влезть без проблем. Ну, а сейчас, наверное, не отходя от кассы, что называется, я покажу таинство. Таинство называется перебортировка резины. Почему-то для многих, несмотря на то, что эта операция, ну, может быть, для меня уже довольно простая, для большого количества людей непонятно, как правильно забортировать покрышку. Ну, поменять вообще резину, как снять резину. И, наверное, сейчас мы куда-нибудь камеру сверху кинем, чтобы вы все это видели сверху. И я покажу, как же это таинство происходит. Насколько мог, удачно расположил камеру, чтобы вы видели все сверху. Итак, первое, что нам надо, это, насколько я помню, ключик на 12, которым мы отворачиваем фиксирующую гайку на ниппеле. Отворачиваем. Если резьба хорошая, то в целом все это происходит быстро. Далее обязательно выворачиваем золотник. Иначе остаточное давление в камере, даже если вы ее просто попытаетесь спустить, его будет достаточно, чтобы камера нормально не отошла. Дальше по кругу, вот так вот, отжимаем покрышку от диска. Отжали? Молодцы. Переворачиваем. Со второй стороны делаем то же самое. Теперь обратно переворачиваем, надавливаем коленкой на одну из сторон. И вот таким вот легким движением поддеваем монтировкой. Что касательно монтировок, если вы думаете, что это какие-то модные монтировки, то вот это, это монтировка из заводского набора ключей от ижака любого, а вот это вот монтировочка от москвича. И все. Больше ничего в целом не надо. И вот так вот, аккуратненько, с шагом примерно сантиметров 5-6, мы поддеваем покрышку. Эту монтировку уже можно вытащить. И, соответственно, уже легко и непринужденно по кругу снимаем покрышку. Это вообще не должно доставить абсолютно никаких проблем. Все, покрышку мы с одной стороны сняли. Теперь вытягиваем обязательно камеру. Вытягиваем камеру. Перед тем, как ставить, попробуйте ее чуть-чуть накачать, посмотреть, не спускает ли она где-то вдруг. Все, вот у нас камера снята. Никаких проблем это не вызвало. Камера, кстати... О, камера, на которой написано «Хонда». Первый раз такое вижу. Обычно у них там какие-то свои. Так, далее. Как же нам снять покрышку с диска дальше? Рукой. Вообще никаких проблем это вызвать не должно совершенно. Ну, а теперь... Сейчас я тут небольшие манипуляции с обработкой диска проведу. Подготовлю другой уже инструмент. И мы с вами забортируем точно так же колесо, что тоже не составит, как вы увидите, ни малейшего труда. Возвращаемся к колесу. Как же нам посадить покрышку? И как? Во-первых, надо посмотреть, есть ли на ней направление, то есть стрелочка. И как куда указывает стрелочка, соответственно, так и должно крутиться колесо. Если направления нету, то абсолютно все равно, как его ставить. В данном случае направления нет. Чтобы легко поставить покрышку, на бурт наносим силикон. И практически от усилия руки, но если резина, конечно, не очень жесткая, покрышечка должна залететь. Но в данном случае у нас резина достаточно жесткая. И потребуется аккуратненько, вот таким вот краем монтировки, вот таким, так, раз, и помочь ей залезть. В целом в два-три движения это получается. Вот, как видим, у меня в два движения получилось. Теперь берем камеру и аккуратненько начинаем устанавливать камеру. Для многих большая проблема установить залатник. Ну, ниппель, точнее. Как ставить ниппель? Собственно, вот мы заправляем камеру. Начинаем. Заправляем ее где-то, ну, на треть. В одинаковое расстояние от золотника. А дальше потихонечку пытаемся пальцами заправить. Если не получается, то заправленный уже золотник мы пытаемся найти с этой стороны. Ага, находим. И пытаемся пальцами. Но пальцами, конечно, идея так себе. Лучше взять кусатижи с какими-то тонкими длинными губами. Это будет самое оптимальное решение, которое может быть. У нас тут немножечко сместилась ободная лента. Это не сильно хорошо. Но мы ее вроде сейчас поправили. Так, и теперь мы берем вот так вот наш ниппель. И он срывается. Еще раз берем. И потихонечку, потихонечку направляем его к отверстию на диск. После чего аккуратно переворачиваем. И опа! И хопаньки, и ниппель на месте. Сразу желательно зафиксировать его гайкой. И дабы он больше у нас никуда не захотел убежать. В противном случае вам придется опять повторять эту операцию. А это лишние траты времени. Поэтому зачем это надо? Завернули. Ну, не до конца затягиваем. И теперь совершенно спокойно до конца заправляем камеру. Везде в покрышку. Почему я так небрежно ее, казалось бы, заправляю и не разравниваю? Сейчас я вам об этом тоже расскажу. Вот так вот теперь. Раз. Пальцами. Раз. Операция, не сказать, что очень сильно приятная. Потому что пальцами по покрышке скребете. Но, тем не менее. Покрышка вообще обычно легко крутится. Мы ее подгоняем так, чтобы ниппель был ровно. А теперь небольшой лайфхак. Перед тем, как окончательно собирать колесо, мы берем то, что мы будем накачивать. И накачиваем камеру. Раздуваем ее. Вот до такого состояния. Зачем? Таким образом вся камера распрямилась. И теперь мы ее уже окончательно аккуратно заправляем. Она уже не имеет никаких у нас складок. Ничего подобного. Еще раз выравниваем покрышку. И опять силикон. Силикона много не бывает. Теперь вот так вот раз. И аккуратненько прижимаем ногой. Бортирует желательно от золотника. Потому что в нем камера имеет максимальное утолщение. Ну и соответственно, место максимального утолщения лучше заправить первоначально. А потом уже двигаться в другую сторону. Опять же, из-за того, что резина очень жесткая, приходится орудовать двумя макировками. А обычно это делается одной. То есть одной мы придерживаем. А второй бортируем. Обычно, когда резина мягкая, усилия колена, которым вы на это давите, вполне себе хватает. Но в данном случае, немножечко все окружено тем, что резина жесткая. Хорошо, что жесткая резина или плохо. Это такое. Ну, вопрос десятый. Потому что есть разные типы покрышек. Под разные условия, под разные грунты. Ну, а в нашем случае, это просто китайская резина. Поэтому она и достаточно жесткая. А теперь наступает тот момент, когда покрышка начинает очень плохо садиться. И надо прям буквально ногами вставать, чтобы бурт, вот этот вот жесткий, он был максимально заправлен внутрь диска. Я, конечно, стою в интересной позе, но по-другому со спицами колеса не получается. То есть, вы должны работать и руками, и ногами, и, соответственно, головой. В противном случае, вы просто бездумно тыкаете монтировкой кресла. Как видим, все получилось. Теперь, пока еще золотник не установлен. И, возможно, сейчас включится компрессор и будет орать. Мы накачиваем. Почему именно сейчас? Потому что без золотника давление компрессора и пропускная способность возрастают. Соответственно, у нас покрышка вся ровно и быстро осаживается. После чего, если достаточно с наручки, а у меня, как видим, ее недостаточно, можно было бы сразу завернуть золотник без потери большого давления. Но у меня он выпал из рук, естественно. Теперь, значит, уже с золотником. У нас покрышка сидит по ободу. Мы накачиваем. Накачаю я сейчас чуть побольше. Где-то до двух с половиной. Так. У нас там какая-то неприятная история с обратной стороны. У нас выдавило флиппер. Это все плохо. И придется делать по-новой. Но, тем не менее, все это мелочи жизни. Общая концепция была вам показана. И я думаю, этого достаточно, чтобы забортировать колесо правильно. А у нас вот выпал флиппер. Это, конечно, печально. Ну, что поделать. Такова жизнь. Ой. Ну, а самое главное. Сейчас я все это сделаю. Второй раз, чтобы флиппер нормально встал. И мы проверим, встанет ли эта резина в родное крыло. На Альфе крыло точно такой же ширины. Поэтому, собственно, если оно встанет сюда, оно встанет и на Альфу. Так что сейчас проверим. Как известно, ничто не вечно. В том числе оказался не вечен флиппер. Он просто от старости развалился. Поэтому он и вылез во время обмортировки колеса. К счастью, у меня был новый флиппер. Его мы поменяли. И, собственно, поставили. Теперь устанавливаем тормозной барабан. Смотрим, чтобы у нас шестерня редуктора спидометра еще совпала. То есть, чтобы все хорошо вошло. И у нас почему-то... У нас почему-то, в принципе, барабан туда входит. А такого быть не должно. А, его чуть-чуть пружина возвратная перекосила. И вот теперь... Теперь вроде как все хорошо. Честно говоря, как проверить, села ли шестерня в свои пазы, я сказать не могу, потому что... Ага, все. Все делается это исключительно на ощупь, к большому сожалению. Ось колесная у нас помазана, как бы изначально. С ней никаких проблем нет. Ну, а теперь пытаемся все это установить. И надеяться, что, во-первых, резина влезет. А, во-вторых, надеяться, что макет не упадет. Потому что у нас вот некие стесненные условия. Внизу резина упирается. Угу. Ну, да здорово. Но дело в том, что здесь у нас крепежные болты. И верхняя часть у нас немножечко-то поширен. И хочется верить, что вот это вот немножечко поширен. Сейчас играет роль, что резина совершенно спокойно влезет. Иначе, конечно, это полная фиаско и расстройство. А расстройство нам не нужно. Так. Конечно, задница в кадре это здорово. Но с другой стороны, здесь все показывается так, как в жизни. Никаких склеек, скруток и прочих манипуляций с видео. Так. Ну, чисто теоретически резина вошла. Сейчас мы колесную ось пытаемся установить. У нас тут что-то как-то... Все избыточно плотненько стало. Ага. Так. Практически влетело. Все, колесная ось есть. На месте. Ну, так я вижу, в принципе, что... Немножечко у нас косое крыло. И в одном из мест резина сейчас сцепляет. Но все это решаем. Сейчас посмотрим. Так. Берем ключи. И затягиваем. Собственно, на ось. Посмотрим, что у этого получится. За заднее колесо я вообще не переживаю. По заднему колесу зазор, по сути, был огромен. А вот по переднему колесу, конечно, есть и осики. То есть, в целом, колесо влезло. И, как видим, колесо свободно крутится. Но вот здесь у нас немного кривое крыло по своим креплениям. Сейчас мы его попробуем в нужную для нас сторону отогнуть. Чтобы оно стало прямым. Так. Смотрим, где оно у нас еще цепляет. Не понимаю, где оно еще цепляет. Так. Очень интересно, непонятно, за что же ты и где цепляешь. Цепляет оно с другой стороны. То есть, все, что я могу сказать, что 3.0. Ага, вот здесь оно цепляет за крыло. Это пиковая резина, которую вы можете поставить. Больше сюда не влезет. То есть, наперед 2.75, 3.0 это потолок. Ну, собственно, вот так вот у нас получается. Сейчас я решу все проблемы с крылом. Чтобы вас не утомлять всеми этими отгибаниями и подгибаниями. А крыло изначально просто было ударено и кривой. Поэтому, собственно, по геометрии тут есть вопросики. Ну, в общем, в целом, у нас теперь есть, по крайней мере, крутой внешний вид. Это уже радует. Ладно. В общем, решу сейчас проблемы с крылом. И покажу вам еще одну штуку. Которая будет наставиться. Собрал, установил. Дело было в том, ребят, что резина от того, что ее хранили, ну, не совсем так, как нужно, немного деформировалась. И вот он у меня постоял, наверное, ну, может быть, часов пять. И задевать стало все меньше и меньше и меньше. А перед этим я снял колесо. Я думал, кривой диск крутанул на центрах, ну, центровочных. А оказалось, что никакой проблемы нету. Просто гуляет резина. И я ее накачал до четырех атмосфер и оставил на какое-то время. И все, и резина встала. И без каких-либо проблем теперь стоит на своем месте, нигде ничего не задевает. Но, если вы заметили, то при повороте руля, сейчас мы повернем, у нас так раз, и он очень сильно наклоняется теперь. А наклоняется он по той причине, что из-за того, что резина стала выше, подножка теперь стала короче. Поменяем заднюю резину. И он станет еще выше. И, наверное, логично предположить, что с этим надо что-то будет делать. И да, действительно, мы будем решать этот вопрос. И я, конечно же, покажу как. И это, опять же, будет доступно для всех практически, если кто-то очень сильно захочет. Так что сейчас я вам все расскажу. У нас почти не меняется ракурс, но постепенно меняются здесь детали. Как уже говорилось, идея всей этой постройки там туда-сюда, это сделать что-то максимально там скрэмблера подобное по мотивам современных эндуро. Ну, например. И смотрите, какое дело. Допустим, мы сделали откидную лапку. Хотя я, наверное, про нее не говорил. Ну, ладно. Откидную лапку мы рассмотрим чуть позже. Но смотрите, какая история. Все знают, что на альфах, на дельтах вот эти вот подножки, они сделаны из жесткой трубы. То есть они не складываются, плюс они подняты вверх. То есть у них идет не прямая вот сюда вот выход, а они зачем-то выгнуты вверх. Никто не знает, зачем это сделано. Потому что, ну, например, в моем случае с большим ростом, если бы подножка была расположена ниже, то было бы намного удобнее. Ну, в том плане, что у меня бы нога относительно сидения была согнута под меньшим углом. При этом мы ничего не проигрываем, если опустим подножки ниже, потому что у нас все равно самая нижняя точка, ну, это подножка. Как бы ее крепление. И от этого никуда не уйти. Можно, конечно, уйти, уйти в сторону расположения подножки на маятнике. Но это уже совсем другая история. И я не думаю, что она здесь очень сильно актуальна, потому что все равно у нас вот эта вот часть рамы являет самой низкой. Она плюс-минус расположена на уровне подножки. Точнее, даже она расположена на одном уровне. Поэтому заморачиваться с переносом подножки на маятник, делать ее хитрой формы, ну, я не вижу смысла. Как по мне, это будет только лишний геморрой, лишний вынос. Соответственно, лишнее, ну, как это объяснить-то грамотно. Очень раскачивающийся эффект, инертная сила, там, туда-сюда. И она будет вот так вот делать. А нам это не надо, чем, короче, тем лучше. Но, тем не менее, с подножками надо что-то решать. Во-первых, мне хочется, чтобы они были ниже. Во-вторых, мне хочется, чтобы они все-таки были откидные и более зацепистые. Когда-то давно, что мы делали на мопеде Дельте, ну, и на мопеде Альфе, мы отпиливали вот эту подножку и приваривали сюда подножки от Ижака. А они откидные. Сейчас я, даже у меня где-то валяется, может быть, смогу показать, о чем речь идет. Так, вот. Короче, я вернулся. Вот такие вот подножки мы делали. Они же у нас на креплениях, ну, вот этих квадратных. И, то есть, мы делали так, что, во-первых, подножки становятся шире, а еще на мопедах Альфа раньше они были ужасного качества, они разваливались. Но путь нашего решения был здесь просто ставить подножки от Ижака, и они у нас автоматически становились откидными. Но! Года два, когда я еще занимался питбайками, у меня валялась вот эта вот штука. У меня валялась планка, которая была гнутая, рваная, но самое главное была ее основная часть. И на фоне этого я сейчас вспомнил о ее существовании. В общем, в чем здесь история? Эта планка у нас, во-первых, вварена другая труба, более толстая. Это уже, несомненно, плюс, чем то, что шло на питбайках раньше. Это первый момент. То есть, мы в этом уже выигрываем. Во-вторых, мы получаем то, что подножки у нас будут на одной линии. Ну, соответственно, вот эта вот часть у нас опустится ниже. Вот. И мы получаем хороший зацеп. И также они у нас откидные. Но есть маленькие но. Маленькие но заключаются в том, что сюда надо переварить крепление подножки. Надеяться, что они здесь смещены по-разному. Ну, так, заводы заложены, в общем-то, на питбайках. Потому что вот эта сторона больше. И как бы нам не пришлось все это отпиливать и переваривать. Делать этого, конечно, не очень сильно кому-то хочется, особенно мне. Но, возможно, это придется сделать. Как бы прискорбно это не было. Но для начала, для начала, чтобы все это понять, он не зря прислонен к стеночке, нужно открутить заводские подножки. Чем мы сейчас и займемся. Сравниваем их прям в лоб. Мы видим, что все совпадает. И здесь точно так же ножка вынесена ближе, а здесь дальше. Они чуть-чуть, получается, длиннее. Ну, по ширине где-то на сантиметра полтора с каждой стороны. Относительно родных подножек. Но, честно говоря, для меня это только лучше. Поэтому сейчас, первонаперво, мы берем и варварским способом отпиливаем крепление заводской подножки. Вот отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему зачем? Потому что есть, как я уже показал, божественные крепления от Ижака, и они сюда просто идеальнейше подходят по всем геометрическим параметрам. То есть, ширина идеальная, упор идеальный, и всё это станет лучше, чем даже заводское было. Вот. Помимо всего прочего, после установки, ну, на этот мопед, то есть, у нас подножка должна быть позиционирована строго прямо, а она у нас была вот так вот, ну, немного с наклоном. Это мне тоже не понравилось, и решил так же отпилить. Ну, а сейчас... Тут практически ничего не пострадало, то есть, если у кого-то будет большое желание всё это заварить и установить, никакой проблемы нет. Вот, всё вы это можете сделать, получается, и без покупки крепления от Питбайка. Отпиливаете вот это крепление, ввариваете сюда другую трубу, берёте крепление Ижака, ну, ножик, и покупаете подножки от Питбайка. Всё, и у вас, считай, кроссовые подножки. Вот. Сейчас моей задачей стоит закрепить это на раму и попробовать всё это геометрически примерить и прихватить сваркой. Вот. После чего уже будем обваривать и смотреть, что же у нас получится. Питабайка, ящий «каз-қар». Плат höлат вкуса, и у меня на руля, ни- grade на руля, ни- objections. Вот. Да, Cooking- У нас сто можетbon. Ты так что, с тетами, ни- Lincoln ripĩен. Ты так или и друг для рака? немножечко непорядок здесь явно надо будет делать ограничитель наварить чтобы латка открывалась не до такого состояния иначе у нас есть проблем с кикстартером а нам они не нужны но ничего все это исправится вот такие у нас сварочные шевчики получились в итоге то есть основание подножек принципе сварено вот но к сожалению нас там ждут еще другие проблемки которые мы сейчас будем решать сразу после того как приварим крепление самой подножки чтобы уже мопед мог быть нормально закреплен и нормально стоял иначе все это падает не падает и не очень то мне нравится хочется чтобы закреплено было один раз и навсегда что сейчас будем поэтапно дальше двигаться в сторону установки непосредственно приварки точнее крепления подножки боковой я в целом говорил но это как бы мелочи потому что стало понятно что хьюстон у нас проблема звучит сейчас как нельзя актуально я обо всем еще сниму покажу как вы видите здесь какие-то крепления появились для тех кто внимательен и многие я думаю не поймут для чего же они здесь но это уже вопрос другой в общем в чем прикол лапки у нас были вот на таком уровне стали ниже и вот это вот ну проблема можно сказать и бич всех альф дельт это очень низкая лапка тормоза по нажиму вниз и слишком вызов высоко она задрана если ну мы на нее нажимаем в общем что я сделал попытаюсь максимально сохранить этот вот chrome я прессом и вот в этом месте выпрямил вот ну можно там погреть и прочее и потом такой думал-думал что же сделать ну во первых надо вот здесь сделать какой-то резиновый ограничитель чтобы это все не гребело не стучало а потом я думал-думал хочу ли я приваривать родную лапку и понял что не хочу отрезал ее и у меня была ямаховская подножка вот такая я ее распилил разрезала сделал из нее такую вот штуку она была гнутая кривая ну вот сейчас посмотрим через этого получится устал немного показывать рассказывать потому что ну срач вокруг и вообще я больше проделать а не снимать вот но тем не менее тем не менее у нас камера не грязная нет просто свет такой ужасные камеры ужасно короче говоря доделана вот это вот пластина основное крепление подножек со стороны получается кикстартера сделал такой ограничитель варил сделано вот эти два крепления два эти крепления это начало и повод смотреть следующее видео которые будут посвящены как раз этим креплением и для чего же они нужны что касательно внешнего вида что сейчас я ничего красить это не буду потому что ну не вижу смысла все это будет краситься в единой куче когда все будет доделано естественно будет пескоструиться и краситься порошком а пока просто убраны все окаленные ну как-то все проведено к нормальному виду крепление подножки приварил наверное даже еще крепче чем она была завода в принципе все это сделать не очень то и сложно по подножке по подножке сделал вот такой пятак то есть к основанию родному наваривается и такая плямба зачем ну во первых я таким образом приподнял подножку а не резал ее ну просто не было смысла и резать и также вот это прям бы что она дает когда вы ставите там в грязь не знаю в рыхлый грунт то обычная подножка она ну во первых имеет небольшую площадь опоры и она в грунт как бы врезается то есть вот так вот ну вот как хлеб ножом режете все а тут получается у нас идет вот такая вот подошва которая раз и она уже не может вот таким то образом врезаться сместиться она жестко встает и все ой делал я такое уже не раз и она работает как будет больше мне сказать на эту тему нечего что касательно лапки тормоза но все же ее придется красить без этого никак ну ничего страшного хром на ней все равно такой условный какой-то это даже не хром я думаю просто какое-то панк покрытие вот в общем приварил подножку ну сама саму опорную часть ну и как бы все это намного веселее по размерам плюс-минус такой же ну я думаю всем очевидно что вот такая вот поверхность то поверхность которую я сделал из ямаховской подножки она намного и намного интереснее выглядит вот так что сейчас я все это собираю и ставлю ну и конечно же вам покажу как и что здесь получилось в конечном итоге вот так вот однако вот прям вот Продолжение следует... Ну, наконец-то я установил на нашу японскую альфу все, что было можно и нельзя. И что же у нас получается? Во-первых, я не рассказал про лапку переключения передачи откидную. Здесь все бесхитростно. Это была когда-то китайская лапка, которую я выгнал под свои задачи, переварил. Тут крепление переварил, выточил шплинт, чтобы никакого люфта здесь не было, вот этого вот адского. И ножка у нас блаженно складывается. Все с ней хорошо. Значит, что у нас получается с нашими подножками? Вот, подножки. Подножки у нас, ну, как бы никаких вопросов нету. Жесткие пружинки стоят. Боковая подножка на своем месте как и была, нигде ничего не цепляет. Пружины хватает, даже слегкой. Вот, как все это стоит? Ну, так все стоит. Мотоцикл, ну, мопед ровненький. То есть никаких проблем к этому нет. Но, наверное, больше интерес будет посмотреть, что у нас с этой стороны. С этой стороны у нас, помним, задевал за кикстартер. Теперь есть ограничитель. Пружины, конечно, очень жесткие. Вот, подножка никак не достает. Ну и, собственно, лапка тормоза наша теперь. Вот, под нее я сюда сварил ограничитель хода. То есть ограничитель теперь не там на раме, а здесь. И сюда я подберу резиновую подушку. И все это будет еще на резиновой подушке. То есть ножка будет биться не металл об металл, а резиночку. В принципе, как на многих мотиках и сделано. Ну, на японских. Что касательно подножки. То, если... Ой, в стесненных условиях как тяжело. Если мы посмотрим, она стала более прямой. Вынес... Ну, за счет того, что распрямилась, она сюда больше вынеслась. Ну и мое, собственно, изобретение тоже здесь теперь на месте. Ну и согласитесь, за вот такое вот в грязи будет цепляться нога куда лучше, чем за просто такую маленькую пятку. Вот. Что еще сказать? Ну, наверное, уже вот так. Я, ну, все-таки человек, который больше делает, чем снимает. Снимать не мое. Но как-то хоть чуть-чуть показать процесс я постарался. Надеюсь, хоть кому-то это было интересно. И вы как-то это обозначите. Может, комментарии, может, там, я не знаю. Ну, как-нибудь вот эти вот ютубно-блогерская вся хрень. Просто интересно, это вообще кому-то надо, или я могу спокойно сам для себя это делать, и нафиг это никому не уперлось. Вот. Будет еще одна серия, наверное. А может и нет. И она будет посвящена тому, зачем же все-таки я вот здесь эти крепления-то изобрел. А они не просто так. Ну, напишите свое предположение, если кому-то интересно. И так, на вскидочку, кому интересно, посмотрите, что такое Хонда СТ. И, я думаю, может быть, у кого-нибудь в голове сложится картинка того, что же здесь будет. Вот. Ну, а пока на этом все. С вами была мастерская Панк Мотогараж. Я Сергей Панкратов. И наша японская Альфа. И у меня на этом сегодня все.